Кошмар! Это что за лень? Вы мне доверяете? Донеси вас, брат, донеси вас. Ангел за торпезой. Спасибо, Христа. Слава Христу. Тогда я тебе могу свои пункты давать. Братья отдельно по-грузински. Поем, Лестер. Так у нас понятно, мы поем. Крести, Аннини, неси огонь чудесный свой. Так, а что торт кто не сделал? Ваня, это двое торт. Вам на двоих? Ваня, у него печенье, работает. Было я, торт. Я в интернете прочитал, когда там с немцами бились, и русский аккордеон нашли у них. Ну и пленные говорят, а никто играть не умел, говорит, на нем. А русский один, Ванька, начал играть. А Копов, Копы рядом. Вещем он играет на этой, а эти слушают, кучу собираются. Они в это время раз, и минометным огнем, уже человека три убили у немцев. А поет песню, все это, йох, 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 лох. Он в другую часть пошел, немец, вот, что он поет-то? Он, говорит, кричит, лох, лох, ложь, еще один фашист сдох. И они теперь воюют не за Германию, не за чем, а чтобы убить этого Ваньку, который играет-то. Все поставили на кон, но так и до него не добрались. А что это за рассказ? Кто написал? Вот он показывает. Военное событие. Там один по-военной, документальный. Не-не-не, я просто ни у кого не читал. Так, спаси Христос, кормилица наша, за рыбку тебя. Игорь Владимирович, у Брежнева в Малой земле, когда они свинью выставили, там, фашисты фуражки, усы подрисовали, ваш Гитлер сдохнет, там, нарисовали и вытащили. Не помните? Малая земля там. Я не смотрел это. Да как не смотрел? Это маленькая книжка была, везде распространяется. Ну, может быть, может быть. Читали, что Брежнев написал. Мне говорят, говорят, Листьева убили, каждый человек знал в Союзе. А я не знал, значит, я не каждый человек, то есть меня за человека не признали. Ну да, Листьева то, что убили, да, знали, конечно, ничего. Да там, ой, Ерцин вышел, покаяние приносил, не могли сохранить и то другое. И главное, не ради грабежа, у него, это, тысячи три долларов с тобой было, там, 150, там, тысяч денег и... Ну, политическое. Кто его знает. Говорят, из-за того, что реклама, деньги, все к себе шло. Да, может и так. А я его не слышал даже. А Тальковию хоть иногда слышал. Прочистить все. И по сей день не знаю, кто Листьева убил. Не прочистил. Когда передача. Да, быстрее. Вот как все острое поели, все убрали. Ну да, есть? Все убрали. Пойдем со мной. Ой, как у них тут хорошо. Одинаково. Вот это все положишь в фрук, в этой фруксе. Туда поставь, туда поставь. Тут мешочек, мешочек. Ой, тут вот стоит, а не видать даже во тьме. Сейчас я, подожди, свет включу, я тебя сниму сейчас. Вот они наши девицы где, а. Да какие они у нас красавицы. Вот это дай, пожалуйста. Давай вытянем капушку и ручки помоем. Хорошо? Пякаем. Это не лизун, это просто мячик. Не лизун. Пусть открыто будет. Освещено. Это после собрания, после трапезы. Вот они наши две сестры. Так. Если вас хорошо накормили, почему не поете сегодня? Игорь Владимирович. Мы пели до еды. Мы еще не молились даже. Так это песнопение мы будет. Игорь Владимирович. Благодарим тебя, Кресть и Боже наш. Яко насытил нас, если земных твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия. Но яко посыднее учеников твоих пришлось. И да я им приедем. И спаси нас. Спаси Господи, помилуй рабств и питающих, готовящих, питающих нас всех, страдающих, болящих, темницы сидящих, нищих, серотов, священства, иноческих чин, прицерковных, и вся православных христиан. И избавь их от всякой скорби, гнева и нужды, от всякой болезни, и брата нашего Игнатия, душевная и телесная, и полезная душа нашим сотвори. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Христу. Борейте славу. Слава Богу. Борейте, Господи. Все, разбирайся. Марине Игоря особый поклон передает нас. Особый даже. Да. Давайте вы сами. Володя говорит, скажи, что мне без капусты плохо. Я принесу. Без капусты у меня живут там все они, ладно. Можно принести? Сколько хочешь. Правда? Абсолютно. Это Володя надоумелый. Только мне обещали, что возьмешь. Я, да. Но у меня, Игнат Тихонович, не в воде у меня хрустящая. Хоть какая. Ну все. Это мне необходимо для разжижения. Все. Я так рада. Спасибо, Христос. Сейчас строю доказательства, что он согласился. Следующее воскресенье. Запись. Дядь Коля, повезет. Мне тяжело носить я эту банку. Володь, ну она у меня, ты знаешь, как я солю с солью. Просто с морковочкой она стоит 3 дня. Вот так убирает. Как хорошо, когда вместе и дружим. Это наши сестры красавицы. Как они одеты-то все. Стрижка баранов продолжается. Стрижка баранов продолжается. Это как под Котовского, знаешь? Ну почти как у вас. Ну да. У Лысину. Котовского. Кому-то Котовского не знает. А вот ты знаешь Котовского? У тебя на глаза попадает волос. У тебя как у Гитлера сейчас. Постричь надо малененько тебе. У тебя как у Гитлера челка. Это на кого ты так это... Да вон это, Тарасия, как у Гитлера челка. Падает на глаз. Ну сейчас нормально, но все равно у тебя челка... На лево, мало еще на лево было. На лево. На лево. Ильюй выступил. На лево и на право. Когда считаешь молитву, то она в равной степени губительна. Ну заходи. Маленькие приучаются протирать. Братья. Маленькие приучаются. Если бы не было любви. Любви без славы. Мы бы не смогли. И иметь надежду вечно жить. И как за что не есть. И чтобы не любить. Полотенцем не надо вытирать. Я же говорю потом, что если вновь... Звучит песня. 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 Звучит песня.